Детский сад, школа и дорога. На выездном совещании администрация проверила ход ремонтных работ трёх объектов капитального строительства. Опасное соседство с плесенью. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Минус одну очко. В первом матче серии домашних игр хоккейный клуб «Саров» уступил химику из Воскресенска. Далее расскажем обо всём подробно. Постоянные переносы сроков сдачи детской площадки в парке «Зернова» строители на встрече с депутатом Госдумы Денисом Москвиным объяснили задержками поставок мафов подрядчиками. Они обратились с просьбой о переносе части финансирования по этому важному для «Сарова» проекту на новый сезон. И это вызвало критику со стороны Дениса Москвина. По-житейски, да, я вас понимаю прекрасно, но мы такую практику на территории страны внедрять не будем категорически, потому что это приведёт к тому, что не здесь конкретно, а в других населённых пунктах не очень эффективные руководители будут задерживать реализацию этой программы. От нас люди ждут изменений прямо сейчас, поэтому опытные руководители, опытные хозяйственники эти вопросы решают. Осматривая объекты на площадке, Денис Москвин поинтересовался у местных жителей об их отношении к возведённому объекту. Родители с детьми уже успели по достоинству оценить все нововведения. А вот старшее поколение такие изменения не сильно порадовали. Такие были яркие, красивые, здесь всё стояло. А сейчас что сделали? Положили всё на землю замёрзшую, будет плавать. Во время разговора с Татьяной Денис Москвин сообщил, что будет держать этот момент на личном контроле и обязательно приедет в парк ещё раз с наступлением тепла. Честно говоря, мне тоже нравится. И действительно, это нестандартная, оригинальная история. И она, мне кажется, неплохо вписалась. И она и функциональная, это видно. Да, и, конечно, нужно разнообразить. 21 век всё-таки должны лучшими технологиями, тем более в таком экологичном дизайне выдержанном, по-моему, замечательно. О том, какие ещё изменения ждут городской парк, когда появится ФОК в Сарове и что будет с налогом на животных, Денис Москвин расскажет в эксклюзивном интервью в программе «Актуальное интервью» на канале 16. Следующий вторник в 20.10. Кирилл Васенин, Владимир Лизик, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Будущее городского парка на улице Сосина активно обсуждается не только в кабинетах и коридорах городской администрации. Предварительные проекты, вынесенные на общественные слушания по этому вопросу, местных жителей не удовлетворили. Слово «реконструкция» вызывает в них резкое отторжение. Реконструкция, она, так я поняла, подразумевает вложения, глобальные изменения, вырубки и что-то там строительство. Здесь нужно преобразование и помощь парку. Местные жители предлагают лишь поменять наружное освещение на современное, сделать так, чтобы в тёмное время суток была освещена вся территория парка, а не только центральные дорожки, а ещё установить антивандальные лавочки. Привести парк к тому самому виду, который задумывался архитекторами в середине 20 века, когда город только строился. Одна, значит, их доводов, что надо реконструкции, что парк старый, что деревья старые. Я звонила экологам в Нижний, в Москву. Они сказали, у вас такая мощная биосистема, она экологически уже уравновешенная. Как показала встреча местных активистов с администрацией парка, цели у них схожие. Действительно, старые цветовые опоры необходимо заменить на новые, улучшить качество покрытия аллеи и тропинок, установить детские площадки, чтобы парк начал оправдывать своё название. В процессе диалога нашлось место и для обсуждения своевременной уборки территории. Валежник вы должны были убирать, лесники должны были следить. Два года назад, когда я обратилась, когда в газетах было на все камеры, тут же через две недели вы привели парк в порядок. Ему нужна только помощь. Несмотря на повышенный тон разговора, встречи местных жителей, представители Департамента градостроительства города и дирекции парка принесла свои плоды. Все предложения, которые были высказаны, зафиксированы и приняты к сведению. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Создавать очереди в интернете за несколько месяцев и дежурить под дверьми школ больше не нужно. Самым эффективным способом подачи заявлений в первый класс уже давно признан портал Госуслуг. Важно отметить, что во избежание проблем родителям будущих первоклассников стоит заходить не на федеральный, а на региональный сегмент сайта. Абсолютно не рекомендую родителям заходить через федеральный сегмент портала Госуслуг, то есть набирать адрес госуслуги.ру. Если вы это сделаете, вы никогда там не сможете найти то, что необходимо сделать, дабы подать заявление. Подавая заявление через портал Госуслуг, заходить через нижегородский его сегмент по адресу gu.nof.ru. Раньше через портал Госуслуг достаточно было подать только заявление, а потом в течение трех дней донести все остальные документы в школу. Теперь вместе с заявлением на сайт требуется загрузить два вида документов. Это свидетельство о рождении ребенка, то есть документ, подтверждающий его личность. И второй – это паспорт родителя, законного представителя, одного из, ну, либо удостоверение личности. Стоит максимально ответственно отнестись к формированию пакета документов от будущих первоклассников. Большое внимание будет уделено подлинности прописке ребенка. Речь идет о территориях, закрепленных за гимназией и лицеями. Мы рекомендуем всем, кто подает заявление по территории закрепленных за образовательной организацией, подавать документы, подтверждающие проживание с ребенком по данной территории. А дальше уже родители могут выбирать, какой дополнительный документ в данном случае они могут приложить. Заявление на зачисление в первый класс необходимо подавать от того родителя, с которым ребенок прописан и проживает по конкретному адресу, относящемуся к той или иной школе. Сегодня на территории, где в декабре этого года появится новая четырехполосная дорога, трудится 25 рабочих – эскаваторы, погрузчики, бурильные установки. Уже на следующей неделе сюда завезут грунт и начнутся работы по расширению проезжей части. Больше всего времени займет перенос коммуникаций, который не должен отразиться на жителях соседних домов. Сначала создается новый участок теплосети, потом он переключается, и, соответственно, проблем в этом не будет. На этом участке, где мы сейчас стоим, основная сложность – здесь проходят сети холодного водоснабжения. Их нельзя заменять в холодное время года, соответственно, по ним будут работать и вестись точно так же. Будет строиться холодная сеть водоснабжения, а потом будет переключаться. И отключение домов от сети будет на очень короткий промежуток времени. На площадке для временного производства необходимого оборудования рабочие собирают каркасы для буронабивных свай. Это необходимо для установки шумозащитных экранов вдоль жилых домов и детского сада. На данный момент работы идут с двухнедельным отставанием по срокам. Много времени у подрядчика занял вопрос с перекрытием движения. Ход работы у нас идет с небольшим основанием графика, связанным с тем, что согласовываем работы со службами собственных сетей, плюс включаем договора с подрядными организациями, которые будут выполнять специализированные работы, как по переносу газа. Перекрытие дороги по Симашко заметным образом увеличило автомобильные заторы на Маслихе, Зерновой и Московской. Для оптимизации движения перепрограммирован режим работы нескольких светофоров. Рассматривается вопрос ограничения стоянки машин на проезжей части. В прошлые годы была такая ситуация, что можно было менять график работы отдельных учреждений, чтобы растянуть время приезда людей на работу. Если совсем будет все тяжело, ну, наверное, будем к этой теме обращаться. Пока на улице Симашко переносят коммуникации, в здании 10-й школы идет демонтаж старых полов, системы отопления и подготовка к кровельным работам. Параллельно вносятся дополнения в проект капитального ремонта. На все про все у рабочих осталось 9 месяцев. 1 сентября этого года дети и учителя должны переступить порог обновленной школы. У нас по периметру школы выполняется два уровня металлических поясов. Это чтобы распределить равномерную нагрузку и уйти от тех трещин, которые будут стягиваться скобами, и вся школа протянется металлическим поясом. На реконструкцию 44-го детского сада выделено более 100 миллионов рублей. В здании появятся новые кровли, инженерные коммуникации, обновленные внутренние оснащения, современная противопожарная система и видеонаблюдение. Отставание в прошлом году было серьезное. Его удалось компенсировать практически полностью. Поэтому сейчас мы находимся в графике и работы ведутся по плану. Внутренние работы планируется завершить к маю и до лета полностью закончить благоустройство прилегающих территорий. Даже в разгар рабочего дня около дома номер 68 по улице Зернова трудно найти свободное парковочное место. А все потому, что двор в качестве стоянки используют как пациенты поликлиники, так и те, кто не смог припарковаться около своего дома. А некоторые автомобилисты и вовсе привыкли срезать здесь путь до Московской. Особенно актуально это стало после перекрытия Симашко. По словам жильцов дома, за первые полдня машин во дворе стало в разы больше. Нам нужно сделать одностороннее хотя бы движение. Это невыносимо. И оттуда едут, и отсюда едут. Вот здесь вот детская площадка, детей вообще нельзя одних оставлять. Брошенные автомобили мешают управляющей компании должным образом очищать двор от снега. Чтобы после рабочего дня поставить машину около своего дома, жильцам нужно изрядно постараться, предварительно пропустив вереницу автомобилей, которые двигаются в обе стороны. Дороги узкие, встанут посреди, все машины будут у нас в дворе. Мы вообще задыхаемся. С той стороны машин много. Я понимаю, что, конечно, у всех машины. Ну а куда деваться? Надо какие-то меры принимать. Бдительные жильцы решили написать письмо в администрацию. Собрали подписи. К инициативе собственников квартир 68-го дома присоединились и жильцы соседних домов. Для того, чтобы чиновники услышали о проблеме и рассмотрели ее на комиссии по безопасности дорожного движения, попросили помощи у депутата по своему округу. Указание дали нашему Денденкову. Он вообще у нас не появляется. Мы его вообще не видим. Для чего мы его выбрали, неизвестно. Как нам пояснил депутат Виктор Деденков, установить знаки одностороннего движения здесь нельзя, так же, как и полностью закрыть проезд. Дорога от первой поликлиники до Московской – дублер основной автомагистрали, которая в силу перекрытия «Симашка» сейчас очень перегружена. С этой проблемой народный избранник попытается еще раз обратиться к специалистам ДГХ и сотрудникам ГИБДД. Напомним, что в течение ближайшего года «Симашка» будет перекрываться в несколько этапов. Первый, от дома номер 8 до пересечения с улицы Зернова, закончится 25 марта. Канал 16 будет следить за развитием событий. Три года назад весной дочь Надежды Сиедновой вместе с семьей купила новую квартиру. Летом справили новоселье, а уже осенью обнаружили на стенах неприятный сюрприз. Жильцы рассказали, что ремонт приходится делать два раза в год. Летом стены подсыхают, грибка не видно, однако ближе к зиме все начинается по новой. Здесь вот шкаф стоял у дочери. Столько вещей, детских вещей, а мы не такие богатые, чтобы вот этот гниль все сгнило. Даже нельзя дышать этой гадостью. Жильцы пытались вывести плесень самостоятельно, однако собственными силами не справились. Через некоторое время грибок вернулся. Тогда пришлось обратиться в центр ЖКХ с просьбой утеплить стены. Нам ЖКХ говорил, нужно, у вас стены промерзают, нужно утеплитель, нужно стены утеплять. Вскоре после этого дом перешел в видение другой управляющей компании, представителям которой жильцы квартиры рассказали о проблеме. Вот они тогда сделали шовчики, защикатурили шовчики, а защикатурили, вот прям вот, наверное, брали цемент и бросали, вот где дырки увидали и побросали. Однако проблема не ушла. Жильцы снова и снова обращались в управляющую компанию, которая присылала специалистов осмотреть квартиру. Приходили, осматривали и отписку. Бумаг вон, очень много бумаг. И протоколы, и акты составляли, и ЖК еще осталось. После очередного обращения жители пошли в суд. В управляющей компании нам рассказали, что осенью делали необходимые замеры. Зимой проводят мониторинг. В ближайшее время к жильцам должна приехать экспертная группа, чтобы выявить причины появления плесени. Если это действительно происходит от того, что промерзают стены, весной и летом их утеплят. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Волонтерское объединение «Твой выбор» существует на базе седьмой школы уже 13 лет. Сейчас туда входят ученики 10-11 класса. В основном ребята организуют разовые акции, пропагандируют здоровый образ жизни, оказывают ситуативную помощь тем, кто в ней нуждается. Не забывают волонтеры и о ветеранах. Начинаем в ноябре месяце поздравлять с Днём пожилого человека, ветеранов, потом и жителей микрорайона, потом в День Победы, потом вот сейчас 27 января была юбилейная дата снятия блокады Ленинграда. Ещё одно направление деятельности отряда – экологическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках которой волонтеры приводят в порядок воинские захоронения на территории городского кладбища. Как рассказали ребята, люди, которые там захоронены, сделали так много для нашей страны и заслуживают того, чтобы их помнили. Захоронение, которое мы убирали неизвестным солдатам, мы делали это потому, что мы считаем, что эти солдаты умерли они не зря, их должны знать. И что оставить их просто так нельзя, потому что за ними никто не убирает, и мы проявили такую инициативу, что должно быть вот так. Именно этот проект волонтеры отправили на региональный этап всероссийской экологической акции «Волонтеры могут всё». Комиссия сочла их опыт уникальным и присудила саровчанам победу. Даже несмотря на то, что мы не самые узнаваемые и популярные волонтерские объединения в нашем городе, но мы проделываем большую работу, и люди о нас знают и видят, как мы стараемся. Желание помогать, доброта и великодушие, как никогда необходимо в современном мире, уверены ребята. Волонтерство для них – это неотъемлемая часть жизни, которая даёт возможность реализовать себя, развить новые качества и встретить особенных людей. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Галина Громова, блокаду Ленинграда, помнит с первого до последнего дня. Как рассказывает женщина о том, что в её родной город пришла война, она узнала, стоя на балконе своего дома. Дело началось с того, что я случайно увидела, выйдя на балкон, самолёт летел, такой какой-то зелёный, как фанерный. И не свастика была, а крестик чёрный. Он летел уже после того, как сбросил бомбы в склад пищевой наш, в Бадальские склады так называемые. Всё то время, которое жители Гордона Неве держали оборону, Галина Георгиевна, тогда ещё совсем юная девочка, вместе со сверстниками, дежурила днём и ночью в подъездах и на крышах домов. Специальными щипцами она с подругами тушила небольшие зажигательные бомбы, которые сбрасывали немцы на мирный город. День снятия кольца блокады с Ленинграда она помнит во всех деталях. На улице кто мог, кто мог, обнимались, целовали друг друга. Ну как, радостно, конечно, было очень радостно, трогательно было. В канун 75-й годовщины в Центре социальной помощи провели торжественную встречу жители блокадного Ленинграда и представители городской власти. Каждый ветеран получил памятную медаль и цветы. А ещё для тех, кто пережил страшные дни бомбёжек и голода, ждал приятный сюрприз от правительства Санкт-Петербурга. С 15-летию, значит, Санкт-Петербург указ принял постановление каждому жителю блокадного Ленинграда по всей стране. Они собрали сведения и будут перечислены 7 тысяч рублей. Мы также подали заявку на каждого жителя нашего города на эту выплату. Каждый, кто пришёл на этот торжественный приём, говорил о том, что этот праздник, как и День Победы, со слезами на глазах. А поздравляя друг друга, единогласно повторяли. Главное, чтобы подобное не повторилось. Идея конкурса «Память поколений» родилась на слётах городского союза старшеклассников «Статус» и союза детских организаций «Сияющие звёзды». Осенью прошлого года ребята уже планировали проекты на предстоящий год. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне школьники решили подготовиться заранее и отметить его по-особенному. Выполнить свою авторскую работу, сделать рисунок в любом формате. Это может быть и графический вариант, это может быть рисунок карандашами, гуашью, маркерами, чем угодно. И электронная версия, то есть с помощью компьютерных программ графических. К участию приглашаются школьники с 3 по 11 класс. Творческая работа может быть представлена на листе формата А3, А4 и даже А5. Но это должна быть авторская работа. Не слизанная где-то в интернете и перерисованная. А ребёнок должен придумать сам идею будущей открытки. 10 лучших работ станут основой для поздравительных открыток ветеранам ко Дню Победы. Открытки с детскими рисунками ветераны получат уже в этом году и к юбилею в следующем. Работы принимаются до 1 марта в кабинете номер 21 Дворца детского творчества. Мастерство и технику исполнения будут оценивать педагоги дополнительного образования, методисты и преподаватели изобразительного искусства. К этой выставке в школе искусств номер 2 готовились 5 лет. Придумывали и создавали костюмы, рисунки, плакаты, макеты, ролики и отбирали лучшие из них. В экспозиции можно увидеть работы, сделанные учениками ремесленно-художественных отделений, отделения дизайн, медиастудии. За 5 лет изменилось достаточно много. Было много детей, сменилось несколько поколений. Здесь есть и работа ребят, которые уже выпустились из нашей школы. Представлены только детские, исключительно детские работы. Мы планировали здесь открыть выставку преподавателей, но, к сожалению, нам не хватило места, выставочного пространства. Центральное место на выставке заняли работы учеников отделения художественной обработки дерева. Это макеты древнерусской архитектуры и мозаика в технике маркетри. Целиком и полностью все эти экспонаты создали дети. Макет Саровского храма и у во Многострадального ребята делали целый учебный год. Первым делом здание нужно было сфотографировать со всех ракурсов. Потом создать масштаб нужный. Если неправильно создать масштаб, то просто такой макет один в один по масштабам построить просто невозможно. То есть мы сидели, все это сделали отрисовки, создавали масштаб и на основании уже этого размеров. То есть начинали уже конструировать. Выставка будет работать до 18 февраля. Затем в выставочном зале детской школы искусств номер 2 откроется экспозиция работ преподавателей. Детской школе искусств номер 2 Евгений Козлов отдал 8 лет своей жизни и не жалеет ни об одном из них. За это время молодой человек не просто научился играть на гитаре, он нашел то, чем хотел бы заниматься всю свою жизнь. Его сольный концерт, приуроченный к празднованию 25-го дня рождения школы, это особая форма благодарности за знание и тепло, которое ему здесь подарили преподаватели. По мнению его преподавателя Ирина Федельман, Евгений давно перегнал учителя в мастерстве и знаниях. Превзошел так, что мне приходилось очень часто обращаться в консерваторию. Когда мы учились здесь, учились в старших классах, я понимала, что я с такой программой взрослой. Мы играли взрослую программу, мужчины 30 лет с ним выходили на сцену и они играли то же самое. Конкурсы, концерты, прослушивания во время учебы Евгения Козлова в дыше и номер 2 стали обычной практикой. Ежегодно молодой человек участвовал и побеждал более чем в 50 конкурсах самого разного уровня. Одной из самых ярких воспоминаний оставили Дельфийские игры. Здорово было, я был в первый раз на Дельфийских играх. Для меня это было новое, что вся эта вот общая компания музыкантов, людей, связанных с искусством, танцор и так далее, все варятся в одной вот этой вот общей такой большой кухне, да, в таком общем большом мероприятии и делают одно дело. Сам Евгений тяготеет классической гитарной музыке, но рамок старается себе не ставить и с удовольствием слушает и играет и современные произведения. Любимый исторический период – начало 20 века. Именно в это время произошел скачок и развитие музыки, начали появляться новые жанры и течения. В свой сольный концерт музыкант постарался собрать самые любимые композиции. Сольный концерт, он дает тебе понять, что ты смог подготовить большую программу полностью, которую ты не боишься вынести на публику. Это как такой праздник для музыканта, когда ты понимаешь, что ты очень долго занимался, занимался, и вот сейчас у тебя есть возможность показать все, что ты сделал, принести вот эту вот радость людям своей музыкой. Сегодня Евгений Козлов учится в музыкальном колледже имени Скрябина. И как только эта высота будет взята, он хочет реализоваться как сольный исполнитель и поездить с концертами по миру. По словам окружающих, для него это не вопрос возможности, а вопрос времени. В немецкую сказку, знакомую всем с детства, ученики театрального отделения вдохнули новую жизнь, сделали спектакль живым и запоминающимся. Как признаются сами ребята, огромную помощь им оказали преподаватели. У нас замечательные режиссеры, которые нам все это ставят. Они нам объясняют много того, чего раньше не понимали. Учат искать в персонажа то, чего не видно с первого взгляда. В спектакле использованы аранжировки по мотивам средневековых музыкальных произведений. Некоторые песни юные артисты исполняют сами. Да если кто не знает, то он, то он, то он большой голбес. То он, то он, то он большой голбес. Этот спектакль показали родным и друзьям юных актеров, воспитанникам детских садов и школьникам. Каждый раз ребята открывают для себя новые грани в постановке. Каждый раз у них как-то получается, наверное, веселее, открытие. Как-то вот они находят новые мелодии, новые нюансы. И они понимают реакцию зрителя. У них получаться начинает еще лучше и лучше. В этот раз зрителями стали воспитанники детского сада номер 6. Ребята внимательно следили за развитием сюжета, радовались или огорчались вместе с героями. Я посмотрела театр и поняла, что нужно трудиться. Мне понравилось то, как человечки помогали сшить башмаки. Мне понравились маленькие человечки, потому что они помогали людям и песенки тоже понравились. Я понял, что нужно верить в чудеса и надо очень много трудиться. В середине февраля спектакль планируют перенести во второе здание Дышей номер 2 на Московской и показать воспитанникам детских садов и школьникам нового района. По всем вопросам звоните по телефону 951-84. Новый аттракцион появился в парке культуры и отдыха имени Зернова в прошлом году. Пони с тележкой подарил в честь 70-летия парка депутат законодательного собрания Юрий Якимов. С помощью его финансовой поддержки стало возможным возобновление данного аттракциона на нашей территории. Ведь в 80-70-е годы в парке культуры и отдыха было даже целых четыре пони, которые катались детей. Но жили в тот момент они, естественно, на территории парка. Бусинка в течение недели живет на территории конно-спортивного клуба за городом. В выходные ее привозят на работу. Прокатиться по центральной аллее в тележке, которая везет пони, могут дети от трех лет. Дети, естественно, с большим восторгом и популярностью отзываются на данный аттракцион. Практически он пользуется в период зимы очень большой популярностью. Пони катает детей каждые выходные с 11 до 15 часов, если позволяет погода. Маленькие посетители парка могут принести для бусинки угощения. Очень любят жесткие овощи, фрукты, яблоки, морковь, свеклу, чем она радостно подкармливается на территории парка. И по своему характеру она очень своеобразная и очень любит катать маленьких гостей в парке. И практически не хочет уходить с территории, поэтому у нас иногда даже возникают небольшие сложности с ее транспортировкой назад к месту проживания. А еще у нашей буси есть же ребенок, зовут его Безе. Сейчас Безе в конюшне ждет, пока мама вернется с работы. А вообще сотрудники парка нам рассказали, что Безе тоже в скором времени присоединится к маме и будет катать детка по парку. Спустя 8 минут после стартового свистка саровские спортсмены смогли открыть счет в меньшинстве. Но уже через несколько минут команда «Химик» отправила ответную шайбу. После чего зеленый свет за воротами обеих команд загорался еще по одному разу. Первый период в начале вышли, я считаю, неподготовлено. Нас задавили там пару смен, а потом вроде по шайбам разменялись, еще забили и 2-2 закончили. Во втором периоде обе команды вновь смогли обменяться голами и отправили в ворота соперников еще по одной шайбе. А вот третий прошел в сухую. Основное время закончилось со счетом 3-3. Впереди всех ждал овертайм. Сначала стушевались, потом игра выровнялась. И обе команды достойны были выиграть. Дополнительное время для игроков обеих команд закончилось ничью. Судьбу игры решили булиты. Итог матча 3-4 в пользу воскресинского «Химика». Тяжелая игра получилась. Соперник вел по счету. Благодарен ребятам, что нашли все силы, отыгрались. И по булитам выиграли. Молодцы. Поэтому с болельщиков с победой. И готовимся к следующей игре. Хоккейный клуб «Саров» занимает 25-е место в турнирной таблице высшей хоккейной лиги. Следующая домашняя игра состоится 31 января. Саровчане примут команду «Звезда из Москвы». Запустить самолет так, чтобы он пролетел как можно дальше и набрал максимальное количество очков. Такую цель ставили перед собой участники городского этапа конкурса «Лети модель». У каждого в руках уникальная модель, созданная своими руками по определенным требованиям. У нас есть технические требования, которые мы придерживаем. И по ним делаем модели. Тут требование такое, что модель не должна превышать веса 15 грамм. Размах крыльев не должен быть больше 250 миллиметров. В конкурсе приняли участие более 20 спортсменов. Ребят разделили на три возрастные группы. Фёдор Калинин попал в самую старшую категорию. Он участвует в соревнованиях впервые и считает, что самое сложное – это запуск. Для того, чтобы авиамодель полетела правильно, спортсмену необходимо быть спокойным и полностью сконцентрировать своё внимание на самолёте. Несмотря на то, что я сюда мало хожу, я готов поехать на областные соревнования и забрать оттуда первое место. Вера Хохлова в прошлом году смогла пройти отбор на региональный этап конкурса «Авиамоделистов в шатках». Но занять на нём призовое место ей не удалось. Приведя работу над ошибками, Вера поняла, что нужно сделать, чтобы стать первой на чемпионате. Я буду ровно выставлять крылья и вот так, чтобы если вот так вот как-нибудь выставить крылья, тогда самолёт полетит криво и как бы ты точно от тебя не отберут. Победители городских соревнований поедут на региональный этап конкурса «Лети модель в шатке». Узнать именно тех, кто прошёл следующий тур, можно на официальном сайте Дворца пионеров или в группе ВКонтакте. Дебаты – это разновидность публичной дискуссии, главная цель которой – убедить в своей правоте третью сторону. Навыки ведения грамотного диалога и отстаивания своей точки зрения перед оппонентом, несомненно, пригодятся юным лидерам – активистам школьных молодёжных организаций. И на самом деле я соглашусь с ненем, что дебаты – это на самом деле вся наша жизнь. Мы везде устраиваем какие-то дебаты, задаем вопросы друг к другу и вообще, в принципе, соревнуемся в мнениях. Мне было интересно всё-таки узнать приёмы, которые используют уже депутаты, какие-то известные люди, чтобы победить в споре. Потом мне ещё было очень интересно именно вопросы, которые мы обсуждали. Ане Сапунковой и другим участникам городского союза старшеклассников «Статус» предстояло обсудить два вопроса. Первый касался места женщины в политике. Эта тематика была выбрана неспроста. Поделиться своим опытом ведения дебатов организаторы пригласили депутатов Городской думы. Самое бурное обсуждение вызвал вопрос – оставаться или уезжать из Сарова после окончания школы. Чем же всё же заняться в Сарове, есть ли какая-то перспектива? Это именно тот вопрос, который волнует нас, будущего поколения, которое может останется в нашем городе и будет трудиться на благо Сарова. Выпускники школы «Лидер» учатся общаться, познают себя и знакомятся с интересными людьми. Практический курс для активных старшеклассников был придуман давно. С годами лишь менялось его наполнение и тема занятий, которые отвечают интересам современных подростков. Для части думающих ребят ещё важно мнение людей, уже состоявшихся и с именами известных. Поэтому мы и приглашаем сюда гостей, это во-первых. А темы ребята выбирают сами. Следующее занятие в школе «Лидер» будет посвящено юридической грамотности подрастающего поколения. Своими знаниями с учениками школ города поделится профессиональный юрист.